Привет, комрады! В этом обзоре речь пойдет о германской бронированной ремонтно-эвакуационной машине Вайсент. Расскажу как о первой версии этой машины, Вайсент 1, так и о второй, Вайсент 2. Как первая, так и вторая версия имеют три базовые модификации. Вайсент APC, это собственно БРЭМ, Вайсент AEV, это инженерная машина, и Вайсент MC, это машина разминирования. И Вайсент 2 еще имеет версию моста-укладчика. Расскажу, что они в целом собой представляют и каковы их возможности. Перед началом не забывайте подписаться на канал и поставить лайк, это делает наш контент лучше. Let's burn! Если посмотреть внимательно на Вайсент, можно найти много общего с другой германской бронированной ремонтно-эвакуационной машиной БРГ Панцер. А если быть точнее, БРГ Панцер 2. И это не просто так. Потому что компания, название которой у вас сейчас написано на экране, сокращенно FFG, взяла за основу БРГ Панцер 2 и доработала ее до версии Вайсент 1. Для подписчиков на Бусти и на Патреоне доступен обзор на БРГ Панцер. Кому интересно посмотреть, от чего отталкивались при создании Вайсент, можно перейти по ссылкам в описании, поддержать канал и посмотреть. Но стоит сказать, что вопреки тому, что такая инженерная машина есть в Германии, она там не пользуется спросом. И в Германии, если ее и используют, то только по случаю. Там предпочтение для буксировки танков и оказания всех возможных технических работ танкам Леопард 2 выбирают все же БРГ Панцер. Вайсент, как правило, используется для экспортных поставок. Это еще одна из причин, почему про данную машину так мало говорят. Для первой версии, для Вайсент 1, за основу взяли шасси танка Леопард 1, а вот для второй версии уже взяли шасси танка Леопард 2. Но как первая, так и вторая версия по своим задачам могут буксировать как первый Леопард, так и второй Леопард. Использовать лебедку для того, чтобы вытянуть танки из канавы, при надобности поднять двигатель танка и перевести для ремонта в другое место. Можно использовать специальный кран и бульдозерный отвал для расчистки местности, инженерных работ, да и всего остального прочего. И можно использовать модификацию для разминирования территорий. Шасси остается то же самое, а вот переоборудование машин от одного типа в другой занимает порядка нескольких часов. В этом еще и есть универсальность этой машины. Одной из задач во время разработки было улучшение бронирования этой машины по сравнению с Берге Панцер. И в целом удовлетворение потребностей международных покупателей танков Леопард. В Германии понимали, что на всех машин Берге Панцер может не хватить, чтобы оперативно их поставлять вместе с танками. Поэтому и было принято решение разработать еще один вариант инженерной машины именно под экспортные поставки вместе с танками Леопард. Начну с базовых параметров Вайсент и затем перейду к каждой модификации отдельно. В длину инженерная машина 8 метров 20 сантиметров. В ширину 3 метра 46 сантиметров. Высоту, если не брать в учет модификацию с краном, 2 метра 95 сантиметров. Вес машины без дополнительных компонентов по типу крана или стрелы-экскаватора составляет 44,5 тонны. Оснащена она дизельным двигателем мощностью в 960 лошадиных сил и способна развивать максимальную скорость до 62 километров в час. Имеет 4 передачи вперед и 2 назад. Запас хода составляет 375 километров. И что касается бронирования. Бронирование корпуса по стандарту НАТО Станак 4569 Левел 5. Это позволяет защитить экипаж от попадания 25-мм боеприпасов и от осколков снарядов. Бронирование днища для защиты от мин по стандарту Станак 4569 Левел 3. А это позволяет защитить от подрыва на мини с эквивалентом до 8 килограмм тротила. Дополнительно можно устанавливать модульное бронирование или же камуфляжные сетки. Помимо инженерных приспособлений на шасси Вайсент можно размещать и боевой модуль с пулеметом. Модульность конструкции приписывают в плюс Вайсент. Причина тому нацеленность на экспорт в первую очередь. Клиент хочет, мы добавим. Машина на гусеничном шасси и имеет по 7 опорных катков на борт. Водитель расположен спереди и у него есть свой люк. За ним располагается командир, который также имеет свой люк. С левой передней части машины возле водителя также имеется небольшая дверь. Если это вариант инженерной машины, то тоже с левой стороны на уровне командира есть еще одна дверь большего размера. С двух сторон корпуса, как правило, размещается по 6 дымовых гранатометов. Но это тоже опционально, по желанию заказчика. Имеются специальные коробки для инструментов, которые находятся на корпусе. И внутри машины есть специальные отсеки, в которых можно перевозить инструменты. Инженерных машин Вайсент было произведено меньше, чем Берге Панцер. Но тем не менее, они закупаются и на сегодняшний день стоят на вооружении нескольких стран мира. Самым активным пользователем этих машин является Дания. Под себя датчане модернизировали ее, оснастив более современными средствами связи. И от общего к частному. Вариант машины Вайсент 1 ARV расшифровывается как Armored Recovery Vehicle. По сути, переводится как бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Данная версия оснащается краном, который способен поднимать грузы массой до 30 тонн. У этой версии есть как основная лебедка, так и вспомогательная. Если основная лебедка с тяговым усилием до 35 тонн и длиной в 72 метра предназначена для более тоннажных целей по типу того же танка, то вот вспомогательная лебедка может использоваться для более легких целей, потому что ее тяговое усилие составляет порядка 2,5-3 тонн. Эта версия машины весит порядка 54 тонн. В передней части машины расположен бульдозерный отвал. И задача этой версии – вытянуть танк из канавы или из другого места, где он застрял. Поднять двигатель танка для ремонта, очистить территорию, отбуксировать танк и провести ремонтные работы по возможности на месте. Для этого еще и оснастили машину электросварочным оборудованием. Установили на Вайсент систему камер, чтобы можно было, не покидая машины, мониторить ситуацию с самой машиной, на случай, если где-то будет повреждение или поломка. Конструкция машины позволяет, к примеру, если надо, доставить танку «Леопард-2» новый двигатель. Для этого двигатель размещается и закрепляется сверху машины и доставляется на позицию. А там уже при помощи крана перемещается в танк. Следующая версия имеет обозначение Вайсент-1АЕВ. Расшифровывается как Armored Engineering Vehicle. Дословный перевод – бронированная инженерная машина. Это такое себе подобие экскаватора и оснащается он экскаваторной стрелой. Машина может копать окопы, совершать различные инженерные работы и для этого также имеется бульдозерный отвал. Отмечается, что в час может машина выкопать до 300 кубических метров. Грузоподъемность экскаваторной стрелы составляет порядка 4 тонн. Оставили от прошлой версии и тут электросварочное оборудование. Здесь тоже стоит уточнить насчет модульности. Говоря вообще про все версии Вайсент, стоит говорить в первую очередь про шасси, которые можно оснащать дополнительными инструментами. Краном, стрелой экскаватора, бульдозерным отвалом или инструментами для разминирования. Двигатель, бронирование и системы связи, как правило, если нет дополнительного заказа, у всех у них одинаковые. Это также касается и оборудования, которое есть у водителя и командира. Как для управления самой машиной, так и для управления краном, стрелой экскаватора и всем остальным оборудованием. Третья версия – это Вайсент 1 MC, где MC расшифровывается как «Mine Clearing». Это машина разминирования. Эта версия весит 42,6 тонн. В состав машины входит шахтный плуг на всю ширину захвата, система разметки полосы движения для войск, чтобы они видели, где уже разминировано. Дубликатор магнитных подписей, основная и вспомогательная лебедки, кран грузоподъемностью в 30 тонн и адаптер высокого подъема, который установлен спереди. Это позволяет ей, помимо собственного разминирования, выполнять роль бронированной ремонтно-эвакуационной машины. В целом, в одной объединили чесноты всех других машин. И тут я сказал, что имеется кран, но вместо крана можно установить стрелу экскаватора. Все это на усмотрение заказчика. Она способна откапывать и, так сказать, разминировать мины, которые находятся на глубине до 30 сантиметров. В Германии приняли решение, что и этой инженерной машине тоже нужно дальнейшее развитие. Бронирование, конечно, хорошо, но шасси от танка Leopard 2 все же лучше во всех смыслах, чем у танка Leopard 1. Поэтому уже в начале 21 века решили взяться за работу по созданию второй версии этой машины. Работами над Vice N2 также занималась компания FFG и занимается по сей день. Этот вариант имеет лучшее бронирование, чем первая версия. Да, базовое бронирование корпуса все так же по стандарту Станак 4569 левел 5. Но вот днище уже имеет бронирование по стандарту Станак 4569 левел 4. Это уже позволяет защитить от подрыва на минах с эквивалентом в 10 килограмм тротила. Да и в целом, за счет чего еще было сделано улучшение. Можно использовать динамическую защиту. Это было сделано, чтобы была возможность защитить экипаж на случай, если надо, с передовой буксировать танки Leopard 2. Я сказал, что у Vice N2 есть 4 модификации. И каждую из них можно переоборудовать в другую за 5 часов. Да и как вы сами понимаете, учитывая сколько есть танков Leopard 2 во всем мире, шасси от них можно использовать для создания Vice N2. Или же наоборот. Ориентировочно представлена была эта версия в 2012 году. Хотя, что касается первой версии, а что касается второй, тут нет четкой даты принятия их на вооружение. Они вот появились в дополнение к Berge Panzer, вот и все. Всех все устраивало. Эта версия тоже опционально может быть оснащена боевым модулем с удаленным управлением. И с пулеметом калибра 12,7 мм или же другим, включая 40-мм гранатомет. Тут используется улучшенный двигатель MTU MB873K501 с турбонаддувом, мощностью 1500 л.с. Вес, в зависимости от версии, колеблется от 57 тонн до 60 тонн. Поэтому еще и надо было установить более мощный двигатель, чтобы показатель по скорости перемещения не сильно отличался от первой версии, за счет увеличения общей массы машины. Vice N2 может передвигаться с максимальной скоростью в 68 км в час. А вот назад он может передвигаться с максимальной скоростью до 31 км в час. Тут тоже коробка передач с четырьмя скоростями вперед и двумя назад. На сегодняшний день пять стран являются пользователями этой инженерной машины в различных вариантах. Это Канада, Катар, Дания, Норвегия и Объединенные Арабские Эмираты. В 2025 году эти машины еще будут поставлены в Венгрию. И теперь более предметно про каждый из вариантов Vice N2. Также начну с версии Vice N2 ARV. Ремонтно-эвакуационной машины. Вес ее составляет 57 тонн. Она может перевозить грузы максимальным весом более 10 тонн, так чтобы суммарный вес машины и груза не превышал 69,5 тонн. Это касается всех версий, вне зависимости от собственного веса. В длину 9 метров 26 сантиметров. В ширину 3 метра 54 сантиметра. В высоту 2 метра 78 сантиметров. Экипаж составляет 3 человека. Грузоподъемность крана тут была увеличена до 32 тонн. Оставили вспомогательную лебедку длиной в 280 метров и тяговым усилием до 3 тонн. А вот основная лебедка в длину 180 метров и имеет тяговое усилие до 35 тонн. И тут тоже есть система камер, которая позволяет следить за состоянием машины. Спереди все так же есть бульдозерный отвал. Инженерная версия машины по своей массе и габаритам немного отличается от ремонтно-эвакуационной версии. Весит она уже 60 тонн. В длину 10 метров 50 сантиметров. В высоту 3 метра 10 сантиметров. В ширину 3 метра 54 сантиметра. Эта версия оснащается стрелой экскаватора с ковшом и бульдозерным отвалом. У этих версий бульдозерный отвал в ширину 3,5 метра. А вот стрела экскаватора может выдвигаться на максимальную длину в 9 метров. И может поднимать грузы массой до 4 тонн. С помощью подъемной лебедки грузоподъемность стрелы экскаватора может быть увеличена вдвое до 8 тонн. И тут тоже есть электросварочное оборудование. Две версии я объединю в один раздел. Потому что у них не так-то много отличий по сравнению с предыдущими версиями. Если версия машины разминирования WISEN 2 MC от базовой версии отличается только шасси и бронированием. А компоновка осталась точно такой же. Шахтный плуг на всю ширину захвата. Система разметки полосы движения для войск. Дубликатор магнитных подписей. Вспомогательная и основная лебедки. Кран грузоподъемностью до 32 тонн. И адаптер высокого подъема, который установлен спереди. То вот версия WISEN 2 BL Bridge Layer. Простым языком говоря, это мост-укладчик. Это версия, которая была добавлена по сравнению с модификациями первой версии. Он может укладывать короткие мосты длиной до 12 метров для того, чтобы можно было преодолевать водные преграды. За основу взяли модификацию WISEN 2 AEV. По той простой причине, что ее довольно быстро можно переоборудовать под версию BL. Потому что снимается ковш и вместо него на стрелу устанавливается мостовая опора. Машина может перевозить и укладывать такие опоры. После укладки этот мостодержатель отделяется от стрелы экскаватора и остается на мосту. Затем можно снова установить ковш. И машину можно снова использовать как инженерную машину для выполнения все тех же задач. Что касается стоимости WISEN 2. Можно примерно посчитать стоимость по крайним контрактам с Норвегией. Они заказали 8 машин в модификации WISEN 2 AEV. На общую стоимость в 80 миллионов евро. И 3 машины в модификации WISEN 2 ARV. Общей стоимостью в 29 миллионов евро. Поставки этих машин в Норвегию будут в период с 26 по 27 год. Но вы можете примерно посчитать, сколько стоит одна машина, плюс комплектующие и плюс техническое обслуживание. Что ж, это была бронированная, ремонтная, эвакуационная машина WISEN. Уверен, видео для вас было интересным и познавательным. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. На этом у меня все. Мирного вам неба. Пока.